Здравствуйте, дорогие подписчики канала Агробок. Сегодня у нас на связи заведующий лабораторией селекции семеноводства сои, заведующий отделом сои Всероссийского НИИ масличных культур, член-корреспондент РАН и доктор сельскохозяйственных наук Сергей Викторович Зеленцов. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Насколько для производителя сои важны показатели масличности и белка? Хорошо ли за них платят? Вот такой вопрос. Вопрос понятен. Безусловно, для сельхозтоваропроизводителей очень важен вопрос показателей масличности и содержания белка в связи с тем, что потребители товарной сои предъявляют определенные требования к качеству соя, причем не столько к масличности, сколько к содержанию белка, поскольку, пожалуй, на 99% соя в России используется на корм животным, и кормление предусмевает использование рационов, расчет рационов, в том числе по содержанию белка, положено в широтах и куэрюльках, поэтому показатель содержания белка очень важен. Наш институт, наверное, пожалуй, последние 40 лет предпринимает периодические попытки как-то определиться с ценовой политикой в зависимости от качества зерна. Процедура-то довольно сложная и сложно реализуемая, поэтому на сегодняшний день каких-то нормативных документов, которые бы регулировали цену в зависимости от качества зерна на переработку, на корм животным, она отсутствует. Поэтому на сегодняшний день качественные параметры устанавливают оптовые покупатели. Ну вот сейчас пример. Здесь, в России, при реализации больших партий соя на производство кормов, производители могут в договоре указать минимальную планку содержания белка в семенах. Чаще всего в России это 37-38% белка на сухое вещество. И в зависимости от изменения содержания белка идет градация цены. Ну, например, вот совсем недавно заключался крупный контракт на продажу соя, и покупатель выставил такие требования, что он выплачивает определенную сумму за сырье соя с содержанием белка 37%. При увеличении содержания белка на 1% цена закупочная на сою увеличивается из расчета 1000 рублей на тонну. Другие оптовые покупатели могут другие бонусы использовать. Но в целом примерно вот такая политика существует. При экспорте российской соя за рубеж тоже предъявляется к товарным партиям качественные параметры. Ну, например, вот у меня есть стандарт контроля качества для при экспорте соя в Китай. Китайские потребители выставляют планку по содержанию сырого протеина на натурное зерно с естественной влажностью не ниже 34%. И оговаривают, что за каждый 0,1% белка ниже этой планки 34% снижается зачетный вес партии, скидывается 0,2%. Поэтому критерии зерна сои существуют. Они уже во многом отрегулированы рынком и для российских сельхозтоваропроизводителей важно для того, чтобы обеспечить оптимальную прибыль от продажи зерна. Содержание белка в сои должно быть, ну, как минимум, не ниже 37%. Что касается масличности, ну, в среднем содержание масла в сои около 20%, в зависимости от сорта, условий выращивания, может немножечко колебаться. То, в целом, оптовые покупатели не предъявляют каких-то обдуренных требований к содержанию масла, поскольку масло является побочным продуктом при переработке соя. Поэтому каких-то бонусов при приобретении партии соя с повышенным содержанием масла нет. Вот примерно в целом я могу сказать по вот этому вопросу так. Сергей Викторович, правильно ли я понимаю, что в свою очередь селекционеры, в том числе селекционеры Всероссийского НИИ масличных культур, ведут селекцию сои именно на содержание белка, на высокое содержание белка? Безусловно. Поскольку вопрос для экономики страны в плане производства кормов сои очень важен, поскольку нужны более высокобелковые корма, то селекция в стране на повышение белка в семенах сои ведется. Очень давно. Ну, как минимум последние 40 лет ведется селекция. Не только в нашем институте, но и в других селекционных учреждениях страны. Ну, опять же, в связи с тем, что начиная с конца советских времен не было каких-то бонусов за более высококачественное сырье с повышенным содержанием белка, и цена от этого не изменялась. Большого интереса сельхозтоваропроизводители к высокобелковым партиям сои не предъявляли по следующей причине. Тут я немножечко коснусь селекционно-генетических тонкостей создания высокобелковых сортов. Дело в том, что на сегодняшний день базовым геном, который определяет повышенное содержание белка, является мутантный ген, частично снижающий содержание масла. Именно поэтому содержание белка в семенах увеличится за счет недостачи масла. Но этот же ген немножечко снижает продуктивность растений. Поэтому подавляющее большинство сортов сои в мире с повышенным содержанием белка, они менее урожайные. И цельхозтоваропроизводители, выращивающие такую высокобелковую сою, остро заинтересованы, чтобы их сырье высокобелковое имело более высокую цену, в связи с тем, что у них урожайность получается ниже. Но опять же, я как уже сказал, этот вопрос не был отрегулирован. И за рубежом он тоже не особо регулируется. Но был факт, когда канадские производители поставляли высокобелковую сою в Китай, они имели бонус 35 долларов на тонну. Но это был частный контракт, и опять же, он не был задокументирован в официальных документах. Поэтому вести селекцию на белок необходимо, но селекционное сообщество страны, да и не только нашей страны, заинтересовано в том, чтобы разорвать вот эту отрицательную связь между содержанием белка и урожайностью. И нашему институту последние 10 лет эту связь удалось разорвать. Мы начали вести селекцию высокобелковых сортов сои, которые не снижают урожай. Мы уже создали два сорта. Селекцию в этом направлении мы продолжаем. Опять же, наша главная задача – обеспечить производство кормов на территории России с более высоким качеством зерна соя. Эти сорта, Вы сказали, созданы. Они уже и зарегистрированы? Да, безусловно. Первым в России высокобелковым и высокоурожайным сортом сои является сорт Ирбис. Он зарегистрирован в 2019 году. Он допущен по Южному региону, по Саркавказскому региону, по Нижнему, по Волжью и по Центральной России, по ЦЧР. Второй сорт – Барс. Он тоже зарегистрирован. Но сорт Ирбис нам обеспечивает в лучших условиях 45,5-46% белка при хорошей урожайности. Второй сорт обеспечивает 43,5-44,5% белка. Но у него есть свои дополнительные опции – повышенная устойчивость к ряду патогенов, повышенная устойчивость к заморозкам. Поэтому этот сорт тоже мы номинируем как высокобелковый сорт. Мы продолжаем селекцию. У нас есть еще линейка сортов. В прошедшем году мы передали сорт еще один. Называется он Грея. Этот сорт нам обеспечивает в наших условиях до 46% белка. Но этот сорт создан на основе классических генов. То есть повышение белка за счет частичного снижения масла. Но по отзывам производителей кормов, избыток масла в шротах нежелателен в связи с тем, что соевое масло, не скажу, что быстро, но со временем окисляется. И у высокомасличных сортов сроки хранения шротов, где осталось масло, они уменьшаются за счет прогоркания масла в шротах. Поэтому важно иметь и высокобелковый, и в то же время не очень высокомасличные сорта соя. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, а есть ли разделение сортов сои на тех, что предназначены для кормовых целей, и на те, что предназначены для пищевых целей, пищу людям? У нас в России такого разделения нет, вернее оно существует, но явочным порядком. Каких-то нормативных актов на разделение нет. Но в мире, особенно там, где сои используются на пищевые цели, разделение существует, и оно отражено в нормативных национальных актах. Ну, в частности, в Китае есть разделение, есть разделение в Японии. Там, в связи с тем, что соя в тех странах используется не только для производства каких-то узкоспецифичных продуктов. Это национальное блюдо, полное жирное соя, где-то производится простая соя на пищу, где-то производится соевый сыр, то, что называется тофу, китайцы называют доуфу, то есть соевый сыр. Вот, и для всех этих продуктов есть свои требования. Вот я вам приведу пример, что хотели бы иметь от нас японские потенциальные потребители. Для них важны такие критерии, как содержание белка не ниже 40%, причем сам белок – это довольно сложный комплекс различных типов белка, их более сотни, а может быть, несколько сотен типов белка. Для производства соевого сыра, тофу, который в мире составляет, наверное, на 50% от всех пищевых продуктов из соя, важно, чтобы в белковой фракции больше всего было водорастворимых фракций альбуминов и псевдоглобулинов, ну, не менее 70-70%. Тогда при экстракции, водной экстракции белков получается очень высокая плотность молока, из которой получается очень хороший соевый сыр, тофу. Кроме этого, японцы предъявляют требования к окраске водорастворимых белков так, чтобы сыр, тофу, был либо белым, либо светло-бежевым. Нежелательно, чтобы соевый сыр, тофу имел серый или темно-коричневый оттенок. Для производства других продуктов важны другие параметры. Если соя используется на проращивание, здесь важны мелкосемянные формы, поскольку в пищу идут не пророщенные семядоли, а именно сами проростки. То, что в науке называется гиппокотилем. Для производства китайских продуктов, там, нато, мисо, востребованы сорта с темноокрашенным рубчиком. Это имитация каких-то древних критериев китайских. Поэтому для производства пищевых продуктов, разных пищевых продуктов, требуются разные параметры. Но, во всяком случае, когда японские коллеги посещали наши институты, мы им давали наши сорта на биохимический анализ. Вот те сорта, которые я назвал, Ирбис, Барс, высокобелковые. Они их очень устроили, поскольку с них получается очень хорошего качества соевый сыр, тофу. Некоторые претензии они предъявляли к крупностям пищевых семян. Чем крупнее семя, тем меньше доля оболочки, тем выше доля питательных веществ в соевых продуктах. А поскольку мы соль выращиваем на юге России, где весьма часты засушливые периоды, то крупные сорта на юге России не всегда эффективны. Либо они требуют орошения. Поэтому наши сорта более адаптированы к засушливым условиям и не имеют очень крупные семена. То есть мы будем экспортировать сою, допустим, в Китай и Японию в основном на кормовые цели? Или пока не говорим об экспортном потенциале, нужно внутренний рынок наполнить? В идеале нужно наполнить внутренний рынок. Нам в России по разным оценкам ежегодно требуется от 5 до 7 миллионов тонн сои. И 99% идет на производство кормов. В прошлом году Россия произвела, если я не ошибаюсь, около 4,4 миллиона тонн соя. Собственно, мы даже не закрыли потребности наши. Но есть у нас в Калининграде крупная фирма «Содружество», которая экспортирует до 2 миллионов тонн соя из Латинской Америки. В то же время наш Дальний Восток до миллиона тонн соя ежегодно экспортирует в Китай. В Китае эта соя очень востребована, поскольку в России производится только негенетически модифицированная соя. И Китай старается покупать у нас сою, прежде всего, потому что она не ГМО. Но мы не можем и в состоянии заполнить весь китайский рынок, если Китаю нужно до 100 миллионов тонн ежегодно. Вот наш миллион – это всего лишь 1%. И нашу сою Китай пускает прежде всего на пищевые цели. На кормовые цели им достаточно бразильско-аргентинское ГМО соя. Япония интересуется нашими сортами для производства тафу. Ну вот два года вялотекущие переговоры. Им бы хотелось, чтобы наши сорта выращивались на Дальнем Востоке. То есть сорта нашего качества выращивались на Дальнем Востоке. Там проблемы с логистикой. Очень просто с порта Владивосток до Японии перевезти – это близко. А если мы выращиваем здесь, на юге России, то логистика удорожается. Все-таки через всю страну вагонные поставки, либо через Новороссийский порт отправлять по морю – это довольно дорого. И вот камер-кновение именно логистика. Но мы надеемся, сообщает этот вопрос, так или иначе решить. Мы готовы обеспечить Японию. Ближайшая перспектива для наших южных производителей – это все-таки соя на кормовые цели, да? Безусловно. Безусловно. Прежде всего на кормовые. Есть федеральная программа обеспечения России собственным мясом – крыс, свиньи, птицам. Поэтому мы прежде всего должны накормить страну. Ну, не буквально, в смысле, страну, а обеспечить внутреннее производство высокобелковых кормов для российского животноводства. Но мы готовы обеспечить потребности и производителей пищевой сои у нас в стране. Другое дело, что соевые продукты не столь популярны в стране, нетрадиционны для нас. Поэтому они занимают какую-то определенную нишу. И периодически в наш институт обращаются предприятия с целью приобретения тех или иных сортов на производство. Мы сразу уточняем, для каких целей эта соя нужна. Ну, практически в 100% случаев их интересует соя, которая бы дала высокий выход АФУ. Такие сорта мы имеем. И не только наш институт, но и другие наши коллеги в стране. Ну, если говорить о сои для кормовых целей, то прежде всего, что важно? Урожайность и количество белка. Правильно я понимаю? Для сельхозавропроизводителя, который выращивает соя, его, конечно, прежде всего, интересует урожайность. Ну, и какой-то минимальный порог содержания белка. Для производителей кормов важнее всего содержание белка. Поэтому есть некоторые различия между производителями товарной сои и производителями кормов. Но в целом для России прежде всего урожайность. Ну, и минимально необходимые, близкие к оптимальным, для химических показателей в виде содержания белка и масла тоже. Поскольку масло отжимается и используется как внутри России, так и экспортируется за рубеж. Это дополнительный фактор прибыли, переработки соя. Скажите, а что все-таки имеет большее значение для достижения вот этих показателей, необходимых для производителей кормов? Это сорт или все-таки технология выращивания? То есть, что важно? Правильно ли мы выбрали название сорта или сколько мы внесли удобрений, когда мы посеяли, как мы собирали урожай, чем защищали сою? – Хороший вопрос. И на него однозначно ответить сложно. И сорт, и технология. Обычно в среднем, очень усредненном виде мы говорим, что примерно 50% фактор сорта и 50% технологии. Но бывают условия, когда только сорт определяет возможность получения рентабельных урожаев. Когда соя выращивается в сложных агроклиматических условиях, либо где-то в засушливых условиях, либо где-то на севере в очень холодных условиях, какие бы усилия агротехнические не применялись, если сорт не будет адаптирован к этим условиям, урожая не будет. Поэтому в таких сложных условиях, ну, практически 90% главным является или определяет сорт. Бывают другие условия, когда только за счет агроклиматических мероприятий можно получить урожай, независимо от того, хороший сорт или плохой сорт. То же самое орошение, это агроприем классический. И если не будет орошения в засушливых полукостных условиях, урожай получить невозможно. Здесь, в этих ситуациях, на 90% главным является агротехника. Но в среднем 50 на 50. Ясно. Скажите, в таком случае, можете ли вы дать конкретные рекомендации, как вырастить сою, которую бы взял любой комбикормовый завод? Ну что ж, нужно ли учитывать, какой сорт лучше выбрать? Из каких принципов исходить, выбирая сорт? Какой должен быть запас удобрений в почве? Требуются ли какие-то определенные подкормки, которые смогут существенно повысить качество содержания белка, например, в сою? То есть с пшеницей все более-менее понятно, когда ее нужно подкормить, чтобы она дала хороший белок. А что вот с соей? Безусловно, вы правы, вот весь перечень мероприятий, которые вы перечислили, он важен. И выращивание соя начинается, ну, обычно мы говорим с подбора сорта, но, правильно я сказать, с подбора климатических условий, где этот сорт может расти. Даже не сорт, а культура соя. Россия у нас большая, но, к сожалению, далеко не везде можно выращивать сою. Большие сложности при выращивании соев на юге в полупустынных зонах, большие сложности, невозможно выращивать сою в Заполярье, это очевидные вещи. Но, когда зона климатическая подходит, вернее, она включена в соевую зону, внутри соевую зону находится, то с чего начинает любой сельхоз второго производитель? С подбора сорта. Этот сорт должен быть максимально адаптирован к условиям выращивания. Здесь учитывается и широтность географическая, которая определяет длину дня. Далеко не каждый сорт может расти в конкретных условиях. Например, сорт, выведенный здесь в Краснодаре, невозможно вырастить на широте Санкт-Петербурга. Или сорт выращенный, созданный в Санкт-Петербурге, он здесь на юге у нас вырастет, но даст урожай 2-3 цента. Поэтому очень важным основным моментом является подбор сорта. Этот сорт должен быть выведен примерно на тех же широтах географических, где он планируется выращиваться. Плюс-минус 3 градуса географических или 111 километров на каждый градус. То есть плюс-минус 300-350 километров полоса для подавляющего большинства сортов. Мы этим вопросом очень активно занимаемся, и мы сделали сорта, которые можно выращивать в более широкой полосе географической. Не плюс-минус 3 градуса, а плюс-минус 5-7 градусов. Россия этим делом занимается, и у нас есть сорта тоже для этого пригодные. Далее, этот сорт должен быть адаптирован к стрессорам региональным. Это либо дефицит воды. Если в хозяйстве, которое собирается свой выращивать, нет орошения, но есть повышенный риск засух летних, значит, нужно выбирать тот сорт, который более засухоустойчив. Методов повышения засухоустойчивости несколько. Это и повышенная сосущая сила корней. Мы ведем селекцию таких сортов, которые забирают дополнительную труднодоступную влагу из почвы и более высокий урожай формируют. И можно повысить засухоустойчивость за счет высокорослости и очень глубокой корневой системы. Так, чтобы корневая система ушла в глубину на второй-третий метр, даже при пересыхании верхнего метрового или полутораметрового слоя, центральный корень, чтобы забирал воду из нижележащих слоев. Если сорт сои планируется выращивать на севере, на высоких широтах с длинным днем, либо даже с белыми ночами, как на шароте Петербурга, то здесь нужны сорта, которые не реагируют на очень длинный день. Соя не любит длинный день, она не может созреть. Поэтому необходимы сорта, которые слабо реагируют на длинный день. Опять же, мы ведем селекцию и создаем линейку таких сортов. И если мы солью выращиваем в западной, восточной Сибири, там есть риски понижения температуры в течение вегетации летом, вплоть до заморозков или выпадения снега, значит, эти сорта должны быть адаптированы к рискам наступления летних заморозков. Опять же, в этом направлении ведется активная селекция. Хорошо, подобрали сорт. Теперь идет определение агротехнических приемов. Существуют разные агротехнические приемы для выращивания соя. В одних регионах соя сеется широкорядно, с определенными высотами. В других регионах соя сеется сплошным методом. Там свой комплекс агротехнических мероприятий. И, как правило, в каждом регионе тот или иной комплекс агроприемов, он имеет преимущества или недостатки. И сельхозтоваропроизводитель, он определяется, какой подход ему более выгоден экономический, который может обеспечить максимальную реализацию заложенных комплексов продуктивности и адаптивности в этих сортах. Очень важным фактором является обеспечение соя элементами питания. Ну, поскольку соя выращиваются все в обороте, часть элементов питания остается от предшествующих культур. Чаще всего это колоссовые, озимые и яровые. Поскольку это у нас наиболее развитое направление выращивания озимых колоссовых и яровых колоссовых, то там осуществляется полный комплекс мероприятий по основному внесению, по подкормкам. И после озимых колоссовых и яровых колоссовых в почве остается часть элементов питания. Но, как правило, этого недостаточно. Поэтому при выращивании сои для того, чтобы обеспечить повышение урожайности и, главное, повышение качества зерна, прежде всего повышение белка, необходимы либо минеральные, азот содержащие удобрения, либо бактериальные, так называемые клубниковые бактерии. А можно их использовать и в комплексе. Поэтому каждый производитель должен периодически делать агрохимический анализ своей почвы, чтобы знать, чего в почве не хватает, и своевременно добавлять в почву минеральные или бактериальные удобрения. Но практика показывает, что при прочих равных условиях на среднеобогащенных почвах применение азотных либо комплексных удобрений повышает и урожайность, и повышает содержание белка. То же самое, если средний фон элементов питания в почве и в почве внесены, либо имеются уже свои аборигенные клубниковые бактерии, это тоже повышает и урожайность, и содержание белка. Поэтому если стоит задача вырастить не просто высокий урожай, но высококачественное зерно соя с повышенного содержания белка, которое можно будет продать с бонусом, то есть по более высокой цене, сельхозтоваропроизводитель должен применять и минеральные удобрения, и желательно клубинковые удобрения тоже. Сергей Викторович, а вот Вы в своем институте при посеве сои как-то рассчитываете дозу внесения удобрений, исходя из тонны планируемого урожая? Как Вы рассчитываете у себя? У нас есть своя агрохимическая служба, которая периодически делает агрохимический анализ почвы, поэтому мы довольно обстоятельно представляем, что у нас в почве есть и что требуется. Поэтому при основной обработке почвы, в зависимости от того, где и на каком поле выращиваться будет соя, зная, что там было предшественникам и зная остаточный фон элементов питания в почве, рассчитывается, расчет идет из этих соображений. Если там большой вынос азота, добавляется азотное удобрение, ну это классика агрохимическая. Если нехватка фосфора, добавляется фосфорное удобрение, либо комплексное типа аммофоса. И потом мы ведем и первичное семеноводство, там своя технология. Мы ведем частичное промышленное выращивание соя, как все оборотные культуры, обогащающие почву азотом. Мы ведем селекционные, выращиваем сою в селекционных питомниках и везде, в каждом случае, свои тонкости, особенности использования минеральных либо бактериальных удобрений. Ну, естественно, под поля, где будет селекция соя, минеральные удобрения мы используем, клубеньковые бактерии не используем, поскольку там необходима инокуляция семян. А если у нас в селекционном питомнике десятки тысяч мелких деленок по 50-100 грамм, технологически это потребует большое количество времени для инокуляции. каждой партии. Поэтому мы обходимся только минеральными удобрениями и тем, естественно, фоном клубеньковых бактерий, которые у нас накоплены в почве. Понятно. Можно ли сказать, что есть какой-то минимальный порог удобрений, который должен быть для посева соя? Или это сильно разнится от региона? Очень сильно разнится от того, какой тип почвы. Насколько эта почва богата элементами питания? Какой силуоборот? Какой вынос элементов питания был у предшественников? Поэтому как-то однозначно сказать очень сложно. Все-таки во главе угла должен быть агрохимический анализ. Сельхозтовропроизводитель должен знать, что у него есть в почве и сколько ему нужно добавить, исходя из того, какую культуру он выращивает. Примерно так. Микроэлементы способны сильно повысить качество зернобобов? В целом, да. Но опять же, для того, чтобы очень эффективно применять микроэлементы, желательно знать, что есть в почве. Но практика показывает, что в подавляющем большинстве типов почв есть определенная нехватка микроэлементов. От небольшого до существенной нехватки. Поэтому микроэлементы в подавляющем большинстве случаев обеспечивают положительный вклад в формирование урожайности и качество белка. Особенно серосодержащих форм белка. Когда обрабатывать сою серой? В какой период? Чтобы качество точно было хорошим? Наиболее рентабельно и наиболее просто носить перед посевом в почву. Иногда используются и водные растворы при нанесении на листья. Опять же, в зависимости от потребностей и показателей. Когда нужно. Но самое простое, самое экономичное, это в почву. Либо можно инокулировать, обработать семена. Понятно. Ваш вопрос, да? Сергей Викторович, в принципе, вопрос у меня уже закончился. Если у вас есть еще какое-то пожелание, какой-то может быть совет аграриям, как выращивать сою, чтобы это было ориентабельно, доступно и очень востребованно у переработчиков культура, то мы будем рады услышать от вас эту рекомендацию. Ну, поскольку я соевик, то первое пожелание, уважаемые коллеги. Я такой же агроном, как и все сельхозпроизводители. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте сою выращивать. Она поднимет экономику сельского хозяйства, растеневодческой отрасли и животноводческой отрасли. Давайте не будем кормить иностранных фермеров, обеспечивая рынок сбыта их продукции у нас на территории. Давайте оставим наши российские деньги у нас. Поэтому давайте сою выращивать. Ну, и очень внимательно нужно подходить к выбору сортов и подходить внимательно к выбору агротехнических приемов. Опять же, практически все сельхозпроизводители, условно говоря, фигурально уважаясь, ходят с калькуляторами и считают каждую копейку. Поэтому надо все считать. Сколько это стоит? Какой ожидаемый дополнительный эффект будет от применения? При выборе сортов та же самая ситуация. Несмотря на то, что зарубежные компании очень активно внедряют свои сорта на территорию России, реальная практика показывает, что российские сорта лучше. Другое дело, что не так они хорошо рекламируются у нас в прессе. Но на самом деле российская селекция многом превышает иностранную селекцию. Это примерно так, как можно провести параллель с последними событиями, с пандемией ковида. Есть российская вакцина «Спутник», хорошая, которую очень активно пытаются дезавуировать наши зарубежные коллеги. И есть другие. Поэтому верьте отечественным производителям. Мы ведем селекцию здесь, на территории России, для наших российских условий. Примерно вот так. Сергей Викторович, спасибо вам большое за беседу. Думаю, много полезного подчеркнут наши подписчики. Теперь буду прощаться с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok